Сомик панда, род коридорос. Данному роду принадлежит более сотни видов, обитающих только в пресных, тропических, реже субтропических водой Южной Америки. Длина, как правило, не превышает 10-12 см, чаще до 6-7 см. Итак, панды. Окрас светлый и характерные темные пятна в области глаз и в области основания хвостового плавника, а также спинной плавник тоже черного цвета. Смотрится довольно-таки эффектно. Активные, не прячутся. Населяют реки Перу длиной до 4,5 см. Самка полнее. Мирные рыбы. Корм, как для всех основных аквариумных рыб, таких как гупи, меченосцы. То есть, живой корм, трубочник мотыль мелкий, сухой корм различный. Ну, не надо забывать про то, что любой, даже самый хороший корм должен быть разнообразным. Поведение, условия содержания и характер нереста присущ, как всем из данного рода. Разводится как парой, так и стаей. Для нереста необходим аквариум около 80 литров с температурой не ниже 21 градуса Цельсия. Как говорится в справочной литературе, жесткость не должна превышать 2 градусов. И PH в районе 6. То есть, это очень мягкая и кислая вода. Хорошо насыщенная кислородом. Самка клеит иклинки, но субстрат на стекла, то есть, где ей понравится. Инкубационный период икры около недели. Вот в нашем аквариуме, как вы видите, вот первый выводок пандочек, заранее я условий не создавал. Я считал, что они у меня еще молоденькие и созрельные. И просто перевел из выростного аквариума с крапочными самами. Перевел в общий аквариум, в котором вот видно. То есть, это как бы маточник у губи. В качестве субстрата, как бы для малька, чтобы малек чувствовал себя спокойнее, защищеннее. Рыбы, как бы чувствовали себя более естественно, могли отойти куда-то в тени и так далее. Выполнены из капроновой цветной нити, что как бы имитирует природные растения. И вот после перевода производителей в этот аквариум, буквально на второй день, по-моему, я увидел, что самцы как-то более активно, чем обычно, преследуют самок. Ну, думал, может так. Молодежь учится, развлекается. Ну и вот буквально спустя неделю, был приятно, удивлен, подойдя кормить рыбку, увидел, что появились малыши пандочек. Ну, так как я молодежь губи кормлю артемией, корм, который получает данный аквариум, это артемия. Значит, чтобы мелкий малек мог расти здоровым и сызным. Далее голландский корм, мелкие гранулы. Вот самые мелкие из этой серии гранулированных кормов. Ну и вот трубочника сейчас нет, поэтому вот мотыль мелкий. Вот производителям хватило, чтобы условить. Но, да, надо отметить, что в отличие от справочников, у нас жесткость воды порядка 6-7. Сейчас PH у нас ниже 8 не опускается. Так как здесь нет живых растений, предполагать, что PH могло упасть на ночные часы, а то из двух значений тоже не приходится. Тем не менее, мы видим, что на лицо у нас прибор. Но если по справочникам самка ложит до 200 икрина, ну, как бы 200 штук мы не видели, то, может быть, вот наши условия именно повлияли на то, что не вся икра плодотворилась. Хотя я считаю, что, наверное, еще и самцы молодые, им не больше года на данный момент. Ну вот, тем не менее, то есть, результат на лицо, что без создания каких-то индивидуальных условий воды, да, именно по мягкости, по кислотно-щелочному показателю PH, безо всяких выхищрений рыбы сами решили свои проблемы и как бы порадовали нас продолжением. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.